Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! На часах 18.00, как всегда, в прямом эфире телеканала 24KZ вас приветствует информационно-аналитическая программа Prime Time. Меня зовут Илья Урозаков. В ближайший час я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных и значимых событиях уходящего дня. Смотрим, анализируем, делаем вывод вместе. Начинаем! Добрый вечер! Каковы же перспективы качественного развития легкой промышленности в нашей стране? Какие факторы сегодня являются сдерживающими? Что делается вообще для развития отечественной индустрии в целом? Развитие легкой промышленности Казахстана. Тема сегодняшнего выпуска, а на эту тему будем говорить сегодня с экспертами и гостями. Попытаемся разобраться в этом вопросе в этой студии. Ну а как всегда, начнем нашу программу с блока наиболее важных новостей. С них мы и начинаем. Президент принял Аким Алматинской области. Марат Султангазеев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона. По его словам, валовый региональный продукт сегодня достиг 5 триллионов тенге. В регионе также сейчас решается проблема трехсменных школ. По проекту «Комфортная школа» планируют построить 53 объекта. На встрече также собеседники обсудили перспективы развития Кунаева, нового города Алатау и всей агломерации. Касымжимар Тукаев поручил продолжать работу над исполнением стратегических планов и активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации проекта Алатау-Сити. Наша область демонстрирует устойчивый рост, занимая пятое место в стране по валовому региональному продукту. Обрабатывающая отрасль занимает лидирующее положение в общем объеме промышленности. Наблюдается значительная динамика роста в таких отраслях, как сельское хозяйство, услуги связи и транспорта, строительство и торговый сектор. На территории области формируется 7 индустриальных зон. В этом году будет реализовано 58 проектов на 446 миллиардов тенге с созданием 5,3 тысячи рабочих мест. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Разработать концепцию развития экологической культуры среди населения на ближайшие 5 лет поручил правительству глава государства. Документ планируют разработать уже к сентябрю этого года. В стране активно идет республиканская экологическая акция «Таза Казахстана». В ней уже приняли участие более 2,5 тысяч человек. Волонтеры, общественники, работники бюджетных организаций и предприниматели очистили сотни тысяч дворов и территорий, собрали свыше 900 тысяч тонн мусора, посадили порядка 2,5 миллионов зеленых насаждений и не только. В работах задействовали свыше 40 тысяч единиц спецтехники. Более больше 900 тысяч тонн мусора собрали жители страны с начала республиканской акции «Таза Казахстан». Благоустроили более 4,5 тысяч объектов общественного пространства, парков и скверов. Экологическая акция приобрела широкий размах. Гульдана Келен расскажет подробнее. Благоустройство и озеленение нашей страны – дело государственной важности, и каждый обязан внести свой вклад в улучшение родного края. Поэтому глава государства в начале апреля поручил начать республиканскую экологическую акцию «Таза Казахстан» в регионах, не затронутых паводками. Касым Жамартукаев поддержал соотечественников лично, посадив дерево на столичной аллее Лутау. Это должно быть образом жизни нашей. Это вопрос не только нашей столицы или других крупных городов. Это вопрос малых городов, районных городов, поселков и так далее. Весь Казахстан должен быть чистым, а это зависит от нас. Казахстанцы активно поддержали инициативу президента. К примеру, молодежь Уральска занялась разбором стихийной свалки на одной из улиц города. Что интересно, и к акции провели в формате соревнований. Условия просты – за полтора часа собрать как можно больше мусора. Победителям приятные бонусы, но главное тут не при за сплоченность и чистота города, говорят участники. У нас сейчас канюклы, и мы хотим, чтобы помогать городу. И хотим, чтобы наш город получился и работаем над этим. У нас сегодня конкурс, кто больше соберет мусор, у них есть приз, и все собирают их, и есть мотивации. И хотим, чтобы побольше таких акций было. А на трассе Астана-Караганда волонтеры молодежного крыла Жастар-Руха убрали 13 тонн мусора. Его сортируют и вывозят на переработку. Активисты следуют по маршруту от столицы до Алматы. По дороге они также очистили территорию мемориального комплекса «Спаск». Сейчас мы работаем в Карагандинской области. На нашем пути много памятников, которые мы тоже приводим в порядок. Призываем общество к борьбе с фандализмом. Это наша история, наша культура, которую мы обязаны сохранить. Радует, что инициаторами такой хорошей эстафеты в рамках «Таза Казахстан» стала молодежь. С одной стороны, это вклад в экологию. Будет убран мусор с трассы протяженностью 1200 километров. С другой, борьба с фандализмом, бережное отношение к культурному наследию несет очень важный воспитательный аспект. Всего в объявленной президентом экологической акции приняли участие почти 2,5 миллиона человек. Волонтеры, общественники, работники бюджетных организаций, предприниматели очистили сотни тысяч дворов и территорий. Собрали свыше 900 тысяч тонн мусора, посадили порядка 2,5 миллионов зеленых насаждений и не только. В работах задействовали свыше 40 тысяч единиц спецтехники. Стоит отметить, сейчас под руководством президента правительство приступило к разработке концепции развития экологической культуры среди населения на ближайшие пять лет. Документ планируют подготовить уже к сентябрю этого года. Глана Хален, 24КЗ. Ну вот в продолжении, хотелось бы еще раз напомнить, говорим мы сегодня про тему легкой промышленности. Ну и как вот в начале программы я сказал, говорим сегодня про диверсификацию вообще нашей экономики. Различные направления различных отраслей, отраслей то, что называется с добавленной стоимостью. Вот одну из важных тем хотелось бы затронуть. Казахстан недостаточно использует имеющийся потенциал в сфере туризма. Об этом вчера на совещании в Аккорде заявил глава государства. У нашей страны есть все для того, чтобы сделать туризм катализатором динамичного развития экономики и получать достаточную прибыль, сказал президент. Это и выгодное географическое расположение страны, разнообразие природы, богатые, уникальные историко-культурные наследия. Однако привлекательные курорты продолжают терять стабильные налоги. Регионы и рабочие места. Проблему нужно решать системно. Каким же образом это сделать, об этом сегодня поговорим. С заместителем председателя правления национальной компании «Казахтуризм», компания, которая в этом плане является оператором и ответственным в этом плане, Даниэль Сержанулы. Даниэль, добрый вечер. Рад вас в очередной раз видеть. Что мы можем сказать по итогу вчерашнего совещания? Какой был основной месседж и самое главное, то, что сказал президент. Каким-то образом сегодня это повлияет на смену нашей генеральной стратегии, генерального плана развития туризма? Да. Наверное, ощущения у каждого будут, ну, восприятие разное будет. Но что наблюдается, этот президент четко обозначил, что туризмом должны заниматься все. Все задействованы. Транспорт по своей части, экология по своей части, акиматы на местах. И отрадно, что он сразу обозначил приоритеты. Мы, ну, один из обсуждаемых моментов, это то, что, например, 20 приоритетных туризм обозначило правительство, из которых президент сказал, что вот Сьючинская-Боровская, Алматинский горный кластер, Магистал должен быть центральным фокусом. Мы с этим тезисом полностью соглашаемся. Но здесь нужно рассматривать вот этот фокус с точки зрения именно развития въездного туризма, то есть привлечения иностранцев. Мы же сами прекрасно осознаем, что не все наши регионы и курортные зоны готовы к приему туристов из-за рубежа Алматы, которые принимают половину всего этого потока. Следом, Астана в связке с курортной зоной Бурабай, это уже 75%, и остальное, наверное, со мной сейчас 10% доли занимает, это Магистал. 85% объективно... Это вот те данные, которые вы говорите, они сугубо построены на конкретной статистике, да? Ну, это, кстати, статистика обслуженных посетителей именно в отелях. Вот, но когда мы говорим про внутренний туризм, мы тут понимаем, что массовость другая. У нас в прошлый год 9,6 миллионов внутренних посетителей, из которых 2 миллиона у нас в парках, 7 миллионов в местах размещения разного формата, около полумиллиона в санаториях, да? И там мы не сможем ограничиться тремя, потому что тут уже вступает другой аспект. Помимо готовности, это и вопросы, связанные с краеведением, с, наверное, развитием патриотизма, что касается, например, детского туризма, тут абсолютно 20 все регионы должны быть задействованы. Ну, то есть мы вот этот фокус в отношении трех конкретных регионов воспринимаем именно как фокус для экспорта в случае студии. Самое главное, вы знаете, чтобы здесь сегодня не произошло, чтобы не произошло то, что действительно мы вот слишком буквально сейчас эту задачу поймем, и все силы, все внимание, республиканские, местные, направим на эти три региона, а во всех остальных, включая те же самые, допустим, потенциально очень шикарные места для туризма, типа Восточного Казахстана, про них совсем забудем, да? Даниэль, у меня вот вопрос такой, мы в этом плане концептуально как-то разделяем внутреннего туриста, либо въездного туриста? Конечно. У нас что, в смысле, сервис для казахстанского туриста из Туркестана другой, чем, допустим, для индуса? Это не уровень сервиса, а больше, наверное, предпочтение туристов, да? Мы, как люди, которые живем в основе своем, наверное, холодной части света, мы предпочитаем, сами прекрасно знаете, отдыхать в теплых местах, особенно. И этими выражается то, что у нас миллион в год выездных туристов на море с пакетами, да? У нас там топ-5 стран выездных занимают именно такие направления. Альтернативу нам наши курорты могут дать только в летнее время. Наши же озера Алакуль, Балхаш, Баянаул в основе своем, они предназначены поэтому для летнего короткого отдыха. Но стоит еще задача развивать в них тоже в последующем круглогодичный туризм. По примеру Борового, да? Ну, Боровай давно уже перестал вот то, что летний нашел. Вот мы сейчас затронули как раз таки тему. Вчера глава государства отдельно остановился на Щученко-Боровской нашей туристической зоне, да, сильно раскритиковав ее там с точки зрения сервиса, инфраструктуры и так далее. Что является главными камнями преткновения для развития? Это вопрос финансов, это вопрос отсутствия экспертизы, это вопрос отсутствия персонала, который может этим качественно заниматься. Вот где основные проблемы? Когда мы говорим про туризм, всегда кажется, что это глубокий проблем. Мы говорим, что вот сервис плохой, цена не соответствует. Все это часть правды, но это следствие. Корень проблемы весь заключается в том, что туда не приходит бизнес. Бизнес не приходит, потому что там нет условий. Значит, надо создавать условия. Какие? В первую очередь, это логистика, инфраструктура. То, что вчера обсуждалось, собственно, на совещании с главой государства. И в этой части у Борового был большой план по его развитию, который был выполнен только на треть, как сказал президент. И сейчас уже мы совместно с Акиматом региона, совместно с управделами президента, мы разработали уже новую концепцию. Мы идем именно к тому, чтобы разгрузить Борово и развивать его как устойчивое направление. Потому что мы сами прекрасно знаем, в празднике летом невозможно в Боровом находиться. Ты можешь в пробку встать уже с въезда, да? И развитие Акбуды, нового курорта, который дальше на Чебаче развивается, Катриколе, Жуке и других направлений, это действительно решение, чтобы поток равномерно распределялся. Даниэль, последний вопрос, крайне важный в этом плане. Прекрасно я понимаю, с этой отраслью не понаслышке знаком. Чтобы бизнес пришел, как вы правильно говорите, государство тоже должно сделать определенные шаги навстречу. Подготовка инфраструктуры, коммуникации и так далее, и так далее. Сегодня есть понимание, что наше государство готово значительно пересмотреть вопрос бюджетной политики, выделения в эту отрасль, для того, чтобы завтра мы могли более активно вести переговоры с инвесторами. Я считаю, вчера главным итогом совещания стало то, что президент как раз таки озвучил, что под инфраструктурой туризма следует создать отдельную программу. И я надеюсь, что это закрепит конкретно намерения государства развивать инфраструктуру и тем самым привлекать инвесторов. Ну, как показывает наша практика, если глава государства Касымжу Мартоков такие вещи озвучивает, они обязательно находят свою логическую и операционную реализацию и продолжение. Спасибо большое. Даниэль Сержанулы, дорогие друзья, был сегодня у нас в гостях. Вот эту важную, крайне актуальную тему мы обсуждали, тему развития туризма, внутреннего, въездного, где у нашей страны мы не перестаем об этом говорить. Конечно, есть колоссальнейший потенциал. Да, это был наш гость, заместитель председателя национальной компании «Казахтуризм». Но мы продолжаем. Президент поздравил победителя чемпионата мира по шахматам среди молодежи Казбека Ногербека. Соревнования проходили в индийском городе Гандергаргере. Касымжу Мартулкаев направил поздравительную телеграмму шахматисту и отметил, что завоевание чемпионского титула в нелегкой борьбе за честь нашей страны и получение звания гроссмейстера как лучшего шахматиста – это выдающееся достижение. Глава государства пожелал новых ярких побед и осуществления намеченных целей. Судей в Казахстане будут чаще привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушения. Поправки внесут в Конституцию закон о судебной системе и статусе судей Республики Казахстан. Законодательные нормы касаются судебного жюри, комиссии по качеству правосудия и в целом реформы Верховного суда. Пока документ приняли только в первом чтении. Создана совместная комиссия по подготовке судебного проекта ко второму чтению. О том, что она меняет, расскажет моя коллега Динара Жанбатырова. Судебная система Казахстана вновь изменится. Парламентарии инициировали новый законопроект по совершенствованию всей сферы. В первую очередь изменения коснутся Верховного суда. Депутаты предлагают вывести касационные суды из-под контроля высшей судебной инстанции. Мы говорим, не надо раздувать Верховный суд, создавать какой-то там монстр орган, надо создавать касационную инстанцию, касационные суды, три самостоятельных суда по видам судопроизводства. Уголовный, гражданский, административный, которые будут работать со статусом межрегиональных судов. Будут находиться в столице, будет определенное внесение и измененные процессуальные законодательства, они готовятся. Она сейчас находится на обсуждении в маршрутстве парламента. Кассация будет сплошная, с чего хочет народ, чтобы все дела проходили через кассацию. Это позволит сократить штатную численность Верховного суда до 35 судей. Остальные, к примеру, могут пополнить ряды судебного жюри, которые проверяют работу служителей Фемиды. В новом законопроекте их количество разработчики предлагают увеличить почти в два раза. Теперь под новым действующим любое нарушение, допущенное со стороны судей, минуя председателя области, минуя пленарное заседание, будет поступать и будут рассмотрены в судебном жюри. Если там, опять же, выявляются более серьезные нарушения, она идет дальше. У нас есть комиссия по качеству права судья, это уже выше идет. В дальнейшем уже при присутствии судей, самого судей или же его законного представителя принимается решение. Новые нормы должны решить еще одну проблему. Дефицит кадров на сегодня по стране не хватает как минимум 350 судей. При этом ежегодно вакантные места растут на 20-30 мест. К примеру, в Тарбакатайском районе Восточно-Казахстанской области уже три года не могут найти судью. Никто не хочет работать в отдаленных районах. Поправка предполагает, что если конкурс, например, мы проводим конкурс на какие-то суды, и он объявляется несостоявшимся, то есть нет желающих никого туда на эту вакансию, то после того, как эти суды объявлены несостоявшимися, дальше выступает в силу уже то распределение, которое, может быть, вы помните, было раньше в советской системе, которое сейчас есть во Франции, которое сейчас есть в Германии, есть в Турции. Люди, выпускники именно Государственной судебной академии, они начинают получать эти места в соответствии с теми баллами, которые они получили. То есть отличники получают приоритетное право выбора из тех мест, которые остались невостребованными. И так далее по убыванию. Также поправки касаются выплат пожизненного содержания судям в отставке. Их максимальный размер не должен быть выше 65% от должностного оклада. Динар Жамбатырова, Руслан Алиев, 24КЗ. Олжас Бехтенов проверил, как идет реконструкция Тосоткельского водохранилища и как используются водосберегающие технологии в Жамбулской области. Премьер-министр совершил облет объекта, который обеспечивает водой орошаемые земли Шуйского и Моинкумского районов. Всего около 35 тысяч гектаров. Также отсюда воду подают и на Тосоткульскую ГЭС и другие предприятия. Олжас Бехтенов подчеркнул, что вопрос водной инфраструктуры находится на особом контроле правительства. Заполненность Тосоткельского водохранилища составляет 90%. Водой обеспечиваются Шуйский и Моинкумский районы. На сегодняшний день завершается вторая очередь реконструкции с повышением сейсмоустойчивости плотины. Предусмотрено строительство аварийного водосброса и реконструкция дренажных каналов. Владельцам аварийных домов, пострадавших от наводнения в Кызылжарском районе Североказахстанской области, начали выдавать ключи от нового жилья. Некоторые новоселы перебираются в соседние села, выбирая дома в той местности, где риск подтопления минимален. В гостях у одной из таких семей побывали и наши корреспонденты. Небольшая, но все-таки уютная. Здесь остается диван. Надеюсь, дочке понравится. Каждому члену семьи Корабельниковых, вкупленном благодаря спонсорам, в просторном доме найдется своя комната. Прежде они жили в селе Прибрежное, которое в период паводка оказалось окруженным водой. Их подтопленный дом уже не восстановить, поэтому они переехали в соседний аул Писколь. Мы, во-первых, сразу сориентировались после того, как нам сообщили о том, что у нас идет дом под снос. Мы сразу с мужем поехали искать дом, жилье. Посмотрели, может быть, 3-4 дома и решили остановиться на этом доме. Достаточно быстро собрали все документы, сдали и ждали мы недолго. Наверное, через неделю нам позвонили и сказали, что вам одобрено. Супруги уже решили разобрать уцелевшую на старом участке пристройку и на новом месте построить баню. Помимо Читы Корабельниковых, еще 18 семей района получили ключи от жилья, предоставленного им взамен аварийного. У нас пострадало порядка полутора тысяч домов, 260 домов, которые признаны аварийными. Через комиссию у меня прошло примерно 240 человек. Это приходят за консультацией, приходят сразу с готовыми документами. На приобретение домов у нас уже оплачено порядка 250 миллионов тенге. 276 пострадавших семей уже переехали в новое жилье. Всего же в регионе из более чем трех тысяч пострадавших от половодия домов аварийными признали больше 1700 жилых объектов. Наталья Волкова, Коныш Казбеков, Северо-Казахстанская область, 24КЗ. Число доноров постоянно растет в Кустанайской области. Ряд сдающих кровь заметно пополнилась после пандемии. Сейчас в регионе насчитывается больше 11 тысяч добровольцев. Благодаря им каждый год удается заготавливать по 7 тысяч литров крови для местных медицинских учреждений. В кресле для доноров Наталья Цер второй раз. Сдавать кровь приходит по собственному желанию. Вдруг кому-то этот нужен. У меня третья группа, она не такая уж и частая. И это полезно для здоровья. Мне легко ее сдавать, все приятно. Перед сдачей крови каждый донор проходит бесплатное обследование. В лаборатории делают экспресс-анализ на несколько показателей. За ним более глубокие исследования. Определяют им группу крови, резус принадлежность, антиген КЕЛ, это антиген системы тоже, и обязательно АЛТ и гемоглобин. В дальнейшем кровь забирается для лабораторных исследований во время донации донора. Проводятся иммунологические исследования и сирологические исследования. Скрининг проходит каждая доза донорской крови и каждый донор обследуется при каждой донации. Доноры помогают обеспечивать кровью и ее компонентами 30 лечебных учреждений региона. В год для них заготавливают 7 тысяч литров крови четырех групп. Обычно дефицитные, резус отрицательные. У нас в общем списке есть людей, которые таких групп имеют. Они круглосутки у нас на звонке. Когда срочно надо, мы приглашаем. У нас работает 100 человек и среди своих сотрудников 80-90% у нас донором считается. Дефицита нет, запасы есть. Всего в области больше 11 тысяч доноров. За каждую сдачу крови им полагается символическая сумма вознаграждения и два выходных дня. Самых активных и верных поощряют грамотами и памятными сувенирами. Наталья Строкова, Сергей Трахтемберг, Кустанай, 24КЗ. Это прайм-тайм. Напомню, партия МАНАЦ завершила экологическую роут-эстафету Тазаказахстан. Активисты партии Жастар-Рохе стартовали из Астаны и за неделю доехали до Кунаева. За это время они собрали больше 100 тонн мусора. Это отходы, которые скопились вдоль дороги, на обочинах, стоянках, кемпингах и прилегающей главной трассе страны. Экокараван, в составе которого команды от четырех областей, прошел через Акмолинскую, Карагандинскую, Жамбылскую и Алматинскую области. В населенных пунктах данных регионов участники роут-эстафеты также встретились с молодежью и провели общественные приемы граждан. Я с гордостью могу заявить, что активистами и неравнодушными гражданами была проделана плодотворная работа. Тазак-Казахстан – это не акция одного дня, а новая концепция развития государства, в которой каждый несет ответственность за наш общий дом, за нашу природу, традиции и обычаи, историю и культуру. Экологическая безопасность страны – залог здоровой нации и устойчивого развития. Информационно-аналитическая программа «Прайм Тайм» по-прежнему в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. Великое нашествие цикад началось на юге и среднем западе США. На поверхность выбрались сотни триллионов насекомых. Фермеры из Калифорнии используют искусственный интеллект для выращивания урожая в условиях изменения климата. Длительные штормы вызвали наводнение в Чили. Тысячи домов повреждены, еще больше обесточены. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей ежедневной рубрике «Мир сегодня». Число беженцев и мигрантов в мире в апреле 2024 года превысило 120 миллионов. По данным ООН, за весь период 2023-го показатель увеличился сразу на 8 миллионов человек. По мнению экспертов, тенденция обусловлена ростом вооруженных конфликтов в мире. Почти три четверти беженцев – выходцы из Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Судана. Количество заявок на пособия по безработице в США возросло до 242 тысяч и достигло максимума за последний год. Как сообщает Министерство труда Соединенных Штатов, число американцев, обратившихся на подачу заявок за неделю, возросло до 30 тысяч. С начала года общий объем обращений превысил 1 миллион 800 тысяч, говорится в отчете. В прошлом месяце доля незанятого населения по стране достигла 4 процентов – рекордного уровня с 2022-го. На фоне ухудшения ситуации на рынке труда, эксперты прогнозируют снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Американские фермеры используют искусственный интеллект для выращивания урожая в условиях изменения климата. Смарт-система обрабатывает данные, такие как спутниковые снимки, температуру, количество осадков и объединяет их для создания точного прогноза, после чего и дает рекомендации аграриям, когда и где сажать сельхозкультуры. По словам экспертов, разработка частично решает проблему урожайности в условиях изменения климата. Технология помогает обеспечить продовольственную безопасность, пока не появились новые устойчивые сорта, нововведение которых может уйти до 15 лет. Великое нашествие цикад началось на юге и среднем западе США. В этом году совпал цикл двух выводков. Такое случается только раз в 220 лет. В результате на свет вышли сотни триллионов насекомых. По словам ученых, цикады для людей не опасны. Однако издаваемый ими громкий звук может приносить большие неудобства. Шум в городах штата Иллинойс достигает статного децибела, что громче рабочей газонокосилки. При этом исследователи отмечают важную роль насекомых в экосистеме. Они выступают в качестве пищи для других животных, а также удобрением. Штормы вызвали наводнение и оползни на юге в центре Чили. Стихия унесла жизнь по меньшей мере одного человека, сообщает ABC News. Повреждены более 20 тысяч домов. Еще 60 тысяч обесточены. Большая часть страны объявлена зоной бедствия. Провинция Биобио оказалась в числе наиболее пострадавших районов. Там оползни разрушили десятки домов. Власти приостановили занятия до конца недели в столице Сантьяго и других регионах. Тамерлан Ким, 24 Киезет. От новостей мира движемся к новостям экономики. Больше 50 инвестиционных проектов реализовано в агропромышленном комплексе Казахстана с начала года. Общая сумма вложенных инвестиций превысила 50 миллиардов тенге. Это данные Министерства сельского хозяйства. Мой коллега Алишер Арашимов детально изучил эту тему и сейчас готов рассказать все подробности. Он, кстати, у нас уже в студии. Алишер, приветствую вас. По-моему, немножко данные я исказил. По-моему, не 50, а 30 миллиардов. Но всегда приятно говорить про инвестиции. Все-таки о каких проектах идет речь? Илья, добрый вечер. Все верно. 30 миллиардов тенге. Но инвест-проектов действительно немало. Только в одной Туркестанской области ввели в эксплуатацию 10 предприятий. Обо всем по порядку в обзоре. Главная цифра. Ни для кого не секрет, что реализация инвест-проектов в сельском хозяйстве – важный фактор для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения благосостояния населения и укрепления продовольственной безопасности страны. И здесь успешным примером могут служить строительство современных животноводческих и тепличных комплексов развития системы орошения. Только с начала года в отечественном сельском хозяйстве реализовали больше 50 инвест-проектов. На эти цели направили свыше 30 миллиардов тенге, сообщает Минсельхоз. Основная доля этих средств приходится на Туркестанскую область. Там ввели в эксплуатацию 10 предприятий – птицефабрику, убойный пункт, хранилище и два тепличных комплекса. Кроме того, наладили переработку молока и овощей мощностью 9600 тонн. И не только. В области Абай создано 8 новых предприятий, в том числе проект по улучшению генофонда животноводческой продукции, производство нерафинированного подсолнечного масла и жмыха на 14400 тонн. 6 хозяйств расширили машино-тракторный парк. Предприниматели Акмолинской области воспользовались мерами государственной поддержки в проектах по расширению молочно-товарных ферм, переработке растеневодческой и животноводческой продукции. В частности, созданы производства комбикорма, муки, замороженных полуфабрикатов из мяса птицы. Общая мощность предприятий составляет 4100 тонн в год. Не отстают от реализации нужных проектов АПК и Жамбулская область. Например, с начала года там несколько хозяйств провели инфраструктуру и установили дождевальную технику. К слову, последняя в нашей стране набирает большую популярность. И являются важным инструментом для решения проблемы дефицита воды и повышения эффективности сельского хозяйства. Также реализуются проекты малого бизнеса. К примеру, в Актюбинской области введен репродуктор на 100 голов скота. А в рамках проекта «Аул Аманата» построена теплица мощностью 4 тонны овощей в год. В Паладарской области открыто два овощехранилища на 14 тысяч тонн. В Восточно-Казахстанской области построено зернохранилище на 6 тысяч тонн. А также налажено производство гранулированного комбикорма. Реализация инвестиционных проектов способствует развитию сельского хозяйства, увеличению производства, улучшению качества сельхозпродукции, созданию новых рабочих мест и в целом повышению экономического потенциала регионов. И в завершении выпуска Южная Корея предоставит нашей стране технологии умных ферм, сообщает в Минсельхозе. Данное предложение было озвучено на прошедшем казахско-корейском бизнес-форуме. Наша страна намерена трансформировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль, отметил президент Тукаев. Цитата. «Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт в строительстве высокоэффективных умных теплиц». Конец. Цитаты. Отмечу. Республика Корея входит в пятерку крупнейших инвестиционных и торговых партнеров Казахстана. Приток прямых инвестиций с Кореи достиг почти 10 миллиардов долларов, а взаимный товарооборот 6 миллиардов. Вот таким был сегодня экономический обзор. Илья, вам слово. То, что называется Лишер, готовься, а не летом. Когда мы говорим про сельское хозяйство, мы должны понимать, что с изменением климата, с тем, что сегодня мы сталкиваемся с проблемами дефицита воды, как раз такие умные технологии, водосберегающие технологии крайне важны для в целом повышения эффективности сельского хозяйства. А как мы знаем, у Казахстана есть колоссальные возможности в этом направлении. Это было Лишер Ашимов с его главной цифрой, ну а мы продолжаем. Это Прайм Тайм. И напомню, сегодня мы обсуждаем развитие легкой промышленности Казахстана. Среди лидеров по производству продукции легкой промышленности значится, конечно, исторический Шимкент. Но там тоже падает объем производства именно текстильной продукции. По данным статистики, с начала года он снизился как минимум на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной специалисты называют сложности со сбытом. Ситуация осложняет и демпинг цен со стороны соседних стран. Катерина Попкова расскажет подробнее. Шимкент – один из городов Казахстана, где развивается легкая промышленность, включая текстильное производство, швейную индустрию и переработку кожи. Этот сектор считается социально значимым, так как на этих предприятиях работают в основном женщины. Но сейчас на крупнейшей текстильной фабрике страны царит атмосфера неопределенности. Многим сотрудникам пришлось временно оставить рабочие места. Производство здесь сократили почти наполовину. Работа то есть, то останавливается. Поэтому дома ждем, когда нас вызовут на фабрику. А мы ведь хорошую продукцию выпускаем, качество отличное. Но заказов нет. Такая ситуация вызвана снижением спроса на казахстанскую текстильную продукцию, говорят в руководстве фабрики. Конкуренты предлагают товар по более низким ценам. Так что у отечественных производителей сейчас голова болит о том, как перекрыть хотя бы коммунальные расходы. Подорожала электроэнергия. Ранее, если мы в месяц выплачивали около 55-56 миллионов за месяц потребления электроэнергии, на сегодняшний день выплачиваем 95-96 миллионов. Это, конечно, играет свою роль. Так продолжаться долго не может. Была бы возможность, мы бы эти деньги лучше своим работникам увеличили заработную плату. Но положительные изменения все-таки есть, говорит предприниматель. Квадегосударственный сектор обратил внимание на отечественные текстильные производства. Эта фабрика, например, получила заказ на пошив постельного белья для поездов. Есть положительные опыты других стран, как они боролись с этим китайским шерпотребом. Та же самая Россия в гособоронзаказ свой распределяет таким образом, чтобы производители были только отечественные. У нас на это вообще не обращают внимание. Деньги как уходили в Китай или в Узбекистан, так и уходят. Текстильщики считают, что нужна комплексная госпрограмма поддержки. В Шемкенте сейчас простаивают две крупные фабрики. Остановились они из-за долгов перед кредиторами, хотя производство неоднократно пытались реанимировать. В свое время эти предприятия запускались совместно с узбекистанскими партнерами производства. Но так как в прошлые годы там руководство Казахинвеста поменялись. В связи с этим они отозвали этот доверительный договор. Мы неоднократно писали в министерство, чтобы решили эту судьбу. Вроде говорят, вот-вот положительно решится. А вот швейная индустрия и переработка кожи темпы не сбавляют, говорят специалисты. В Шемкенте есть специальная экономическая зона Унтустык для легкой промышленности и свободного места там уже нет. Решили даже расширить территорию на 175 гектаров, чтобы открыть новые производства. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шемкент, 24КЗ. Тема крайне важная, тема крайне потенциально перспективная, но в то же самое время крайне сложная. Сейчас в этом будем разбираться. Объем производства продукции легкой промышленности в Казахстане за январь-апрель этого года составил более 69,5 миллиардов тенге, почти 70. Что ниже на 5,4% уровня аналогичного периода 2023 года. Объем рынка легкой промышленности превысил 1 миллиард 16,5 миллионов долларов США. На долю отечественного производства приходится 6,5%. 93,5% это импортная продукция. Лидерами среди регионов по производству продукции легкой промышленности, без спор, является Туркестанская область, города Шемкент, Алматы, также Алматинская и Акмолинская области. Как сказали в начале, если мы сегодня понимаем о том, что максимально сегодня Казахстан переходит и поставлена стратегия перейти на перерабатывающую промышленность, на производственную промышленность, максимально отходя от то, что называется от таких вот сырьевой базы, точнее от сырьевой экономики. Я хотел бы вам представить наших гостей, с кем мы будем обсуждать эту тему. Во-первых, руководители управления легкой промышленности, Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, Айжан Урас. Айжан, добрый вечер. Здравствуйте. А также разрешите представить вам председателя правления саморегулированной организации Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Casting Style Industry Гульмиру Уахитову. Гульмира, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Гульмира, все-таки хотелось бы начать вопрос с вас. Что сегодня, на ваш взгляд, если говорить кратко, переживает легкая промышленность страны? Вот посмотрите, если скажем так, в динамике последних пяти лет. Как выглядит эта кривая? Если говорить в целом в свете последних событий именно данного года, когда непосредственно правительством Казахстана был задан курс на поддержку отечественных производителей, то именно с 2024 года, конечно, у наших отечественных производителей идет активная работа в части взаимодействия с отечественными сырьевыми компаниями, поскольку все-таки задан курс на то, чтобы увеличить долю местного содержания. Наши швейные компании понимают о необходимости все-таки использования казахстанского сырья. Организовываются новые пилотные проекты, в частности, допустим, в рамках Самбрук Казана. Это по отдельным видам специальной одежды, где пилотные проекты включают в себя использование казахстанских тканей, казахстанской фурнитуры, которая отшивается нашими швейными компаниями и в последующем будет передаваться на опытную носку в компании дочерней структуры Самбрук Казана. Это отрадно, это хорошая работа, естественно, которая позволит показать уровень качества тканей. Если будут какие-то недочеты, то, по крайней мере, будет возможность определиться, в каком ракурсе необходимо, в каких направлениях повысить те или иные качественные характеристики казахстанского сырья. То есть это вкратце о том, что делается в последнее время. Вы знаете, я вас перебью здесь, я хотел кое-что добавить. Лет 15 назад, если не 18-18, я вот слышал эту историю и обсуждение насчет того, что в Казахстане вся легкая промышленность, текстильная промышленность сходится к тому, что мы только производим спецовки, спецодежду, сварщику, который говорит, с носу нет. Вот такие вот моменты. Вот 15 лет прошло, и мы опять сегодня, когда мы говорим сегодня про развитие текстильной промышленности, опять мы приходим к тому, что спецодежда. Если мы говорим об ассортименте выпуском и продукции, то, конечно, доминирующее. Здесь нужно разделить рынок на серийное производство и индивидуальный пошив. Говоря о индивидуальном пошиве и о том, что предлагает нам сейчас система коммерческого рынка, то есть работа определенная, но она, естественно, ведется непосредственно самим бизнес-сообществом, в части дизайнерских сообществ, которые продвигают свои бренды. У нас есть Аспара, Фэшнвик и различные другие фэшн-показы, которые, в принципе, на международной арене двигаются и наших дизайнеров сейчас узнают. То есть эта работа, да, она прогрессирует. Другой вопрос, что дизайнерские работы на сегодняшний день не представлены полномасштабно на масс-маркете, на внутренней рынке страны. Да, это есть, но на то есть тоже, будем говорить, определенные причины. Мы думаем, что, в принципе, это, поскольку все-таки наша независимость, и, будем говорить, тот отход от советской, будем говорить, эпохи, он, как бы, не настолько, будем говорить, такой длительный, поэтому это все у нас все впереди. А если говорить о серийном производстве, то это, в любом случае, это остается форменная одежда, это специальная одежда, и она была, будет, и, по сути дела, она присутствует в каждой стране. Да, мы не говорим о том, что она не нужна, бесспорно, да? Альжан, вот кратко, буквально, хотел еще раз выразить свое понимание касательно той цепочки и тех факторов, которые влияют на развитие легкой промышленности текстильной. Крайне важно, первостепенно, фундаментально, сырьевая база, затем вопрос, материально-техническая база, квалификация, экспертиза с точки зрения производства, ну, это совсем укрепненно, да? Ну, и третье, понятно, очень важное звено, это рынок сбыта. Вот мы во всех этих моментах мы везде спотыкаемся, да? Сырья нету, материально-технической базы тоже массово практически нету, экспертизы нету, не хватает, да, у нас это... И самое главное, опять-таки, нету рынка сбыта. Сегодня вот казахстанский производитель, в рамках сегодняшних наших условий может самостоятельно все-таки состояться и иметь успех в этом бизнесе? Ну, смотрите, получается, вообще, да, это комплексный подход, ну, производственникам, да, нашим, им не только нужно производить, да, товар, то есть произвести именно в рамках своей фабрики, но и реализовать этот продакт, ну, товар. Помимо этого им еще нужно произвести конкурентоспособную, да, в цене, в качестве, полностью быть конкурентоспособным с соседними странами, учитывая, что у нас такие гиганты рядом, по идее, это Китай, да, в первую очередь, потом у нас 60-70% занимает китайская продукция. Да, есть еще и Турция, у нас есть Европа привозит. Да, Россия, сейчас Узбекистан добавляется, Кыргызстан. Помимо этого, но при этом нельзя сказать, что у нас совсем нету, потому что у нас многие начали говорить, что у нас нету сырьевой базы, поэтому у нас есть предприятия, которые страдают, говорят, ваша ткань нам не подходит. По идее, нет. По идее, мы говорим, в 90-е годы, мы когда отошли от Советского Союза, да, у нас тоже и швейных фабрик тоже можно было сказать, что были только именно под заказ, да, как в советское время. Вот им подали там сколько-то заказов, плащей, да, и все. Эта фабрика только как выпускает только эти плащи. Узкоспециализированное направление. Ну, здесь у нас есть, например, это Абайская швейная фабрика в Караганде. А сейчас получается бизнесменам, да, нашим, которые в легкой промышленности, им приходится, во-первых, конкурировать со всеми и еще и самим рынки сбыта продвигать. Что делает государство для этого? Государство что может сделать? Она не может закрыть рынки, да, мы все-таки являемся членами ВТО, членами ЕАЭС. У нас все-таки международные обязательства, которые мы зашли, и мы должны их соблюдать. Но что может сделать государство? Государство, как вы говорите, именно, вот Курнир Бекина отметила, серийное производство. Это поддержка в рамках того, что где выделяется государственный бюджет. Например, выделяется государственный бюджет на обеспечение гособранзаказа или выделяется бюджет на там... Группу Самрук. Самрук, да. Ну, там свои, конечно, деньги, но вообще в целом имеют, там есть участие государство. Если есть участие государство, мы стараемся, по крайней мере, в тех силах, которые у нас есть, помочь нашим предприятиям именно участвовать. Так мы сделали, что именно государственные закупки полностью ориентированы на наши отечественные товаропроизводители, именно швейные производства. Теперь, знаешь, с этого года прям активно начали работать по тому, чтобы сырьевые предприятия покинуть. То есть, чтобы наша сырьевая база развилась, нужно, ну, должен быть прецедент. То есть, должно быть... Позвольте здесь я добавлю. Да, вот я хотел как раз-таки вас прервать и задать вопрос такой, объективно. У нас сегодня вообще, в наших реалиях, возможно сегодня поставить в Казахстане фабрики, заводы, предприятия, производственные по производству сырья? Конечно. Почему нет? И на сегодняшний день у нас есть три текстильных комбината, которые в априори могут обеспечивать определенными видами тканей, производить определенные виды тканей, которые в основной массе будут направлены на силовые структуры и на форменное модирование. Есть предприятия, которые могут производить отдельные виды фурнитуры, утеплителя. Мы сейчас опять говорим, Гульмир, про спецовки? Говоря, смотрите, говоря о том, вот спецовки, это самые те простейшие, учитывая, что мы сейчас ту сырьевую материальную базу, налаженную при Советском Союзе, мы ее утеряли, мы это все прекрасно понимаем. И сейчас говорить о высоких, будем говорить, высококачественном шелке или полушерстяных и шерстяных тканей, такого уровня, которыми пользуются бренды, дизайнерские группы продвинутых брендов. То есть сейчас мы на это не замахиваемся, поскольку это все-таки уже более высокий сегмент, более высокий уровень производства, текстильного производства. Сейчас мы хотим, учитывая, что у нас сейчас утеряна старая сырьевая база комбольно-суконных комбинатов, комбинатов шелковых тканей и так далее, давайте начнем с тех простых тканей, которые мы можем сейчас производить для серийного производства. А дальше, походу, будем это делать, да? И, естественно, когда здесь у нас компетенции наладятся, когда здесь уже будут они определенным образом капитализируются нашей компанией, текстильные, естественно, потом они уже перейдут на более высокие переделы. Все, а, Глеб, можно я представлю еще одного нашего спикера? К нам подключаются коллеги, бесспорно, которые важны в этом диалоге. Это НПП Атамикен, заместитель директора департамента обрабатывающей промышленности палаты Атамикен, Ерлан Бакаев. Ерлан, добрый вечер. Вот, Ерлан, вопрос такой, да, о чем мы говорим сегодня. Сегодня вообще есть возможность, есть потенциал, есть какие-то поступательные движения у казахстанского бизнеса для того, чтобы завтра выйти на масс-маркет, на экспорт текстильной продукции, ну, хотя бы на близлежащие рынки? Добрый день, уважаемые коллеги. Да, спасибо за вопрос. Ну, как ранее отметили спикеры, легкая промышленность, она отрасль такая очень чувствительная и социально важная. Ну, перспективы, конечно, есть. Если мы будем смотреть на ранние периоды, 10 лет назад, да, то есть мы практически ничего не шили, да, 10-15 лет, но сейчас тенденция другая. Сейчас наши производители легкой промышленности, они уже широкую номенклатуру товарную продукцию выпускают. То есть нужно поменять у государственного органа и квази-госсектора понимание, что наши производители уже могут качественно товарную продукцию применять. Есть различные механизмы поддержки отраслей легкой промышленности. Это вот можно привести пример, что у нас в Астане 19-21 года была программа «Сеобач». То есть это обеспечение школьной формы. Почему бы этот механизм дальше не прорабатывать? Есть гособоронзаказ. Есть государственные, квази-государственные органы, которые закупают там те же халаты и так далее. Почему это мы, наши государства это не понимают? Потом недавно глава государства выступил по поводу развития туризма. Мы знаем, да, есть странных, есть туризм по закупу одежды. То есть берут в автобус сажают туристов, везут в магазины, они закупаются одеждой. Почему бы это направление развивать? Ирланд, извините, извините, я вас перебью опять-таки. Ведь мы же сейчас говорим про опять-таки важные факторы. Когда вы завтра перевезете туристов из Китая или из Турции или из Арабских Эмиратов, вот в этот самый молл, да, аутлет называется, вот в этот аутлет повезем мы этих наших туристов. Нам есть что, чем их удивить и что такого конкурентного? В первую очередь по качеству, про цену даже не говорю. По качеству им предложить? Ну, конечно. Качество у нас очень хорошее. То есть и номенклатура выпускаемая продукция очень хорошая. Но то, что вы говорите насчет развития туризма, да, есть некоторые моменты. Но для того, чтобы наша легкая промышленность так развилась, нужны заказы. А заказы, как это формируется? Это нужно, чтобы все госорганы, квази-госорганы покупали только отчисленный товар. Если даже привести пример, статистику нашу, да, по обрабатывающей промышленности, инвестиционный капитал вкладывается в доли 0,5 процента, то есть 0,4 даже процента. Это о чем говорит? То есть предприятия легкой промышленности, они просто сейчас выживают, пытаются взять заказы. Но если у них будут свои заказы, то есть они могут развивать свою отрасль, расширять номенклатуру, продукцию и вкладывать в технологии. И могут конкурировать теми же. Спасибо. Спасибо, Ирланд. Я прошу всем, да, время ограничено. Последний вопрос хотелось бы, Айжан, вам задать. Сегодня вот в рамках все-таки субсидированных мер поддержки, какие у нас программы существуют? Я хочу открыть фабрику, я хочу завтра полноценно шить, допустим, там, не знаю, для масс-маркета сорочки, брюки, пиджаки, какие-нибудь такие аксессуары. На что я могу рассчитывать? Получается, смотрите, у нас совместным приказом государственных органов есть ряд мер поддержки, да, финансовой поддержки именно. Это субсидирование, это гарантирование кредитов банка второго уровня, это получается кредитование. С прошлого года, например, хорошая программа именно для легкой помощи, я считаю, это 3% для конечного заемщика при реализации инвестиционного проекта. Вы можете приобрести, взять ФРП деньги и открыть фабрику. А, допустим, программа, это уже не все просто здесь? У нас на сегодня получается уже 6 одобрено и 2 вот, а, 6 профинансировано и 2 вот одобрено. Вот сейчас я здесь... Купально кратно? Да. Дело в том, что в основном у нас сейчас данные льготные кредиты по 3% даются только на покупку оборудования, а в основной массе оборудования, в принципе, если связано с текстильным производством, да, она дорогостоящая, там понятно, эта помощь важна. Если говорить о швейных машинках, то они, в принципе, не такие дорогие, но у них есть. В основной массе нашим компаниям что не хватает? Они все находятся в аренде. Требуется, чтобы данное кредитование распространялось на строительно-монтажные работы для расширения именно собственных помещений строительства и на оборотные средства, как сейчас, зачастую не хватает оборудки для работы. Это точно. Да, и что еще? И вот даже в рамках оборудования у нас сейчас есть проблема у одной компании. Все. Я прошу прощения, очень время ограничено, очень сильно хотелось бы поговорить, но, к сожалению, времени нет. Айжан Уразбова у нас в гостях, руководитель управления легкой промышленности, а также Гульмира Уахитова. Спасибо большое вам за интересную беседу. Ну, вы знаете, вот интересные данные, кратко хотелось бы сказать. На сегодняшний день 1400 предприятий в нашей стране работают по производству различной текстильной продукции. И вот интересные данные за 2023 год. Если общий объем рынка текстильной продукции у нас составил 3,2 миллиарда долларов, я имею в виду все, что мы покупали, все, что мы носим, то объем производства в Казахстане не превысило 69 миллиардов, что примерно около 150-160 миллионов долларов. Вот такая вот разница. Экономист Ельского университета Самуэль Абранс еще в 1976 году провел научную работу по экономическому анализу стран и пришел к выводу, что самодостаточность экономики любой страны начинается при населении от 35-35 миллионов человек. Говоря простым языком, даже если торгово-экономическое сотрудничество государства полностью было бы прервано и закрыто с внешним миром, экономика и бизнес внутри страны могут как-то существовать. В современных реалиях по прошествию 50 лет и глобализации всего мира результаты анализа весьма сомнительные. Но неоспоримым остается факт, что численность населения страны и платежеспособность внутреннего рынка имеют важнейшее значение для развития производства любой страны. Легкая промышленность Казахстана сегодня спотыкается, на мой взгляд, о три основные препятствия. Отсутствие сырьевой базы и как результат неконкурентной способности цены, отсутствие должной экспертизы и рабочих специалистов и отсутствие объема сбыта. Можно сюда добавить еще четвертый фактор. Отрасль легкой промышленности крайне конкурентна во всем мире. Очень много конкуренции на нашем рынке. Но дорогу осилит идущий. Мы в этом направлении движемся. На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже в понедельник. Всем желаю хороших выходных и пусть ваш сегодняшний вечер будет добрым.